Новое видео выходит каждый день в 20.00 Эх, осень, сентябрь, знойная пора школьных предметов, школьных учебников, школьных тетрадок и всего-всего прочего, неприятных болезней И этот период заключается еще в том, что в самом сегменте абсолютно ничего не происходит То есть вот каждый сентябрь в самом сегменте не происходит абсолютно ничего То есть происходит чаще всего какая-то хуйня, про которую даже рассказывать вообще не имеет какого-то особого смысла Я это придумал только что, однако это, знаете, такая подводка к видеоролику про Данила Гира Вы знаете, что я умею делать лучше всего на этой планете? Разумеется, снимать GTA-самповский, вернее, не GTA-самповский контент, разговорный и все прочее Где я просто поливаю людей какой-либо грязью и вот всем прочим делаю это смешно, иногда не смешно, иногда бомблю, иногда делаю еще что-то В общем, выражаю свои искренние эмоции по поводу всего вот этого вот колдовства, естества бесконечно вечного и всего прочего И вы знаете, в 2017 году произошло буквально роковое событие Данил Гиррер самый заядлый хейтер Аризоны, из-за которого Аризону до сих пор считают донат машиной И вот всем-всем прочим он вдруг переходит снимать на Аризону ролеплей Аргументируя это тем, что Аризона изменилась В свое оправдание приводит несколько, знаете ли, таких доказательных видеороликов Которые рассказывают о том, как Аризона изменилась за эти недолгие, там, 2-3 года Или там за год вообще, или там за месяц, за час и за все-все прочее После этого Данил Гиррер начинает активнейшим образом снимать свои дорогие летсплейные видеоролики В которых он проходит квесты на Аризоне, делает все прочее-прочее Где он налепляет логотип Аризона ролеплей, играя в GTA 5 для того, чтобы ролик оплатили И делает все-все-все прочее для того, чтобы максимально много денег заработать с Аризона Не скажу, что я так не делал, разумеется, я делал еще хуже, еще в больших количествах Но наше с Данилом Гиррерой отличие в том, что я никогда не хейтил Аризона ролеплей Мне всегда казалось, что Аризона ролеплей достаточно хороший проект для игры На котором действительно можно поиграть И многие люди после моего перехода на Аризону ролеплей Вот именно Алды, которые были со мной давно, раскритиковали меня очень сильно Кто-то стал моими хейтерами, там, завистниками, всеми прочими людьми Говоря, мол, слушай, ты вот критиковал Гиррера за то, что он перешел на Аризону И сейчас вот делаешь то же самое, зачем? Ну, возможно, потому что я никогда не говорил, что Аризона это какой-то там говно проект Донат машины и так далее Я всегда очень сильно рофлил над роликами Данила Гиррера Мне всегда очень нравилось то, как он обозревает сервера Делает это в своей свойственной ему токсичной манере И, в общем-то, все было достаточно неплохо Разумеется, переход Данила Гиррера раскритиковали Ведь даже если изменились какие-то системы Даже если Аризона сама по себе как-то вот очень сильно изменилась То ведь руководство-то ведь не изменилось Оно осталось неизменным Тот же самый Валик, тот же самый СК Мейсон И все прочие Даже некоторые там админы Ну, возможно, не админы В общем-то, руководство сервера С которым у него были, знаете ли, такие натянутые отношения С которым у него были буквально терки Не изменилось абсолютно никак И оно осталось точно таким же Изменилась максимум рекламная политика проекта И Данил Гиррера из-за этого перешел на Аризон Ну, ладно, я думаю, что вы эту историю уже много раз слышали И уже не можете ее, в принципе, терпеть, переваривать и делать с ней все прочее В общем-то, давайте уже перейдем к нашему видеоролику В котором я вам расскажу все подробнее про Данила Гиррера Данил Гиррера после того, как ушел с Ревент Ролеплей Искал вот себе сервер для игры, на котором он сможет играть На котором не будет ашотов И на котором, в принципе, будет все достаточно классно И вот все такое И нашел он проект, знаете какой? Тринити Ролеплей Ничего плохого про этот проект не могу сказать Как и не могу сказать ничего хорошего Я абсолютно нейтрален Играл на нем максимум на каких-то там начальных работах Что-то там поделал, я не знаю Ну, как-то вот сложно, запутанно все сделано Для меня лично это непонятно Мой казуальный мозг не может переваривать такие жесткие системы На Тринити Ролеплей Поэтому я, в принципе, не стал там достаточно много играть Однако Данил Гиррера начал там играть Начал там активно снимать Начал зазывать туда своих вот всех людей Оставшихся у них тогда У него тогда с Аризоны И вот со всего прочего Которые не потеряли к нему какую-либо лояльность В общем-то, были с ним до конца И вот Данил Гиррера спустя несколько месяцев Активной деятельности на Тринити Ролеплей Разработал свою модель контента Это полицейские будни Разумеется, говнище полное Я не знаю, кому может нравиться вот эти вот, знаете ли Полицейские будни Очень нудно, очень скучно Вот эта вот вся динамика Вот этот вот Дискорд Ну, я не знаю Это выглядит очень по-детски Очень как-то натянуто И мне это абсолютно точно не нравится Ну, я не знаю Просто Ну, полное какое-то говно Полная хуйня Я лучше, блядь Я не знаю Делорензи какого-то посмотрю С его постановочными вот этими штуками Чем буду смотреть на реальные вот эти вот видеоролики У Данила Гиррера Они для меня очень скучные Я, в принципе, не воспринимаю Данила Гиррера Какого-то летсплейщика и прочего человека Для меня это только обзорщик серверов Токсичный обзорщик серверов Который просовывал лопату в анальные отверстия Создателем Аризона Ролеплей Это, если что, прямая цитата Я ничего от себя не придумываю В самом первом ролике В самом первом обзоре на Аризону Вот как раз-таки идет вот это вот упоминание Там про лопату, про анальные отверстия И про все прочее Но, несмотря на все это Данил Гиррера все равно снимал на Аризоне Потом он, знаете ли, снимал на Тринити Потом было вот все-все-все прочее И вот совсем-таки недавно Совсем-таки вот прям Ну, недавно, ладно Скажем так, что это было совсем недавно Открылся такой проект от Аризона Геймс От сети серверов Который принадлежит, в принципе, проект Аризона в Сампе Открылся их новый проект Под названием Жизнь в деревне Там, как бы, такой маленький Отрывок города Такая сельская местность На данном сервере присутствует И, впрочем-то, это все, что там есть На вот этом вот сервере Я как-то заходил на ОБТ Смотрел, вроде как тестил Мне понравилось Не знаю, вот Жизнь в деревне Прямо очень годная Конечно же Не без своих недостатков Но это все фиксится Сейчас туда пошел там Паша Конор Что-то делать, что-то исправлять Желаю ему удачи Надеюсь, что у него в будущем все получится Так вот Дело в том, что после Несколько там Недель, месяцев После открытия Жизнь в деревне Данил Геррера вот Недавно выпустил свой видеоролик В котором он прям-таки Играет на Жизнь в деревне И вроде как он даже Начал с ними сотрудничать Получая там какую-то Денежку за ролики И за все прочее Вы знаете Аудитория к нему стала лояльна Видимо Он избавился от той части Токсичной аудитории Которая была с ним После обзоров На какие-то там Я не знаю Сервера, сампы И вот Всего-всего прочего То есть, скорее всего Вот этими вот полицейскими Своими скучными буднями Он от этой самой аудитории Избавился И теперь его смотрят Только какие-то там Я не знаю Зануды Которым очень сильно нравится Смотреть на вот эти вот Полицейские будни И на все прочее Они даже не знают Каким Геррера был раньше Каким он был токсиком Каким он был Ладно Я ненавижу слово токсичность Оно уже используется Абсолютно блять Везде абсолютно всеми Для характеризации Абсолютно каких-то Ну Неведомых Назвать нельзя Это уже все используют Я не хочу Использовать вот это вот Мейнстримовое слово Просто скажем Что он был Достаточно неадекватным То есть, авангардным Можно сказать Он был по отношению К множеству серверов Оценивал все С шаблона Гамбита И все было вот В точности вот так же И теперь он переходит На жизнь в деревне И про жизнь в деревне Он, конечно же Ничего плохого не говорил И жизнь в деревне Это, в принципе Перспективный нормальный проект От Arizona Games Который, я уверен Они рано или поздно Доведут до ума Доведут до каких-то Прям вот Жестких отметок По количеству Играющих одновременно Игроков И все у них будет Более-менее нормально Однако руководство Жизни в деревне Там Arizona Games Это тот же самый Валик С которым У Данила Герера Были конфликты Это тот же самый Стас СК Мейсон Вроде как там Является директором По жизни в деревне И вроде как Мне абсолютно непонятно Почему Так произошло Разумеется У меня есть Кое-какие догадки Что Данилу Герере Нужны деньги Он такой типа Идет на жизнь в деревне Там смотрит Там как Че Или там Данилу Герере Предложили Он наверное Очень долго отказывался Говорил мол Нет это проект Это Arizona Games А мне Arizona Абсолютно не нравится Она Для меня не представляет Никакого интереса Это полнейшее говно Это прям Вот я не знаю Кто на ней Может играть А вот жизнь в деревне Заебись Да То есть жизнь в деревне Заебись На Аризоне Наш дорогой Герыч Наш дорогой Данил Герер Он не играет А вот на жизни в деревне Это вот в самый раз Вы знаете То есть Ну в самом деле Типа это же разная Типа сервера Гереры на Аризоне Я конечно же Типа с этого порофлил У меня Посвящено Данилу Герере Целых три Любовных альбомов Которых Так или иначе Упоминается Переход на Аризон Потому что я рофлю Я считаю Что Arizona Рулеплей Это один из самых Перспективных проектов В GTA Samp Это доказывается Онлайном Это доказывается Игровым модом Это доказывается Другими ютуберами И вот всем 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 прочим Есть конечно же Хорошие сервера В GTA Samp Просто которые Не являются Топ одним проектом Но так или иначе Я их уважаю Такие как там SampRP Я не знаю SampRP Да То есть я не знаю Какие есть еще сервера С другими серверами Я вроде как посрался И мне как-то Ну я не знаю Типа Мне это вот Не совсем Понятно Вот И все такое Типа Arizona RP И SampRP И жизнь в деревне Кстати мне Очень нравится Типа я так заходил Поиграл Возможно если бы я играл Еще дольше Мне бы еще больше понравилось Но я уже даже Не знаю Пишите свое мнение В комментариях Почему вот Все нормально Отреагировали На переход Данила Герера На жизнь в деревне Вот Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Данила Герера Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok